Игровой сыщик С двумя джойстиками, карточкой памяти И самой приставкой В довольно таки интересном, редком цвете Мне очень понравилось Конечно Девушкам, наверное, в свое время Когда эта приставка продавалась Очень хотелось заиметь такую За приобретение данной приставочки Хотелось бы выразить благодарность Своему знакомому Марку Марк, тебе большое спасибо за то, что помог Купить мне эту консоль Ну что, давайте посмотрим, что у меня внутри Такс Открываем И вот здесь нас встречает Вот такой офигенный розовый джойстик Коробочку, пожалуйста, уберу Джойстик Конечно, он был очень сильно Ушатан в состоянии Я его полностью восстановил Был перемодан какой-то изолентный провод Сам провод был такой весь грязный Все отмыл Естественно, заменил стики Один стик вообще полностью не функционирован Пришлось мне его перепаять Сам стик с донора И заменить, соответственно Плюс заменил сами вот эти грибки То есть стерты были полностью резинки Очень плохо нажимались кнопки Заменил, соответственно Сами резиновые вот эти прокладочки Болтался внутри электродвигатель С одной стороны Полностью вылом он был Из своего крепления Тоже там пришлось повозиться Ну, в общем, долго я возился, конечно, с этим джойстиком Но теперь он полностью исправен И в довольно хорошем состоянии Что, конечно, радует Далее Сама приставочка PlayStation 2 Вот так она выглядит Розовенькая Красивенькая Вот такая консолька Обалденная штука Внутри Естественно У меня идет к ней Вот эта карточка памяти Тоже абсолютно розовая И вот так вот, соответственно Все это выглядит При подключении И, конечно, какой-нибудь Гламурной дамочке бы Это бы очень понравилось Если бы она любила играть Единственное, что смущает Затем прислать Ну, инструкция у нее стандартная В принципе, как у всех PlayStation 2 снимок Вот такая Единственное, конечно Могли бы сделать и вот эти вот вещи Тоже розовые То есть Допустим Приставочка у нас стоит Где-нибудь там На розовом столике Да Ну, предполагается Как она предполагалась Видно разработчиками И из нее торчат Вот эти вот Черные провода Что, в принципе Несколько выбивается Из общего вида То есть Если бы провода Еще были бы, допустим Белые Было бы еще интереснее Ну и так в целом Очень-очень Что ж, вот такая PlayStation 2 Идем далее, друзья А далее я приобрел Еще себе Одну PlayStation 2 Это фапка Вот такая коробка Что ж, сзади у нас Вот таким образом Здесь представлены Основные, так скажем Игры Довольно интересные Аксессуары Разные Причем не только Для PlayStation 2 Но и для PlayStation 1 Ультитап для PlayStation 1 Вышка от первой плойки И так далее Вот эти подставочки Очень себе хочу Как вертикальные Так и горизонтальные У них приставка Особенно классно смотрится Ну, а остальные Аксессуары В принципе У меня почти все есть То есть Это, это, это И так далее В общем-то Круто Такая коробка Ну, и в ней была Соответственно Вот эта приставочка Вот она PlayStation 2 Хватка Это трехтысячная модель Для России Соответственно Единственное Что у нее Не рабочий привод Поэтому Она пойдет в ремонт Инструкция Соответственно С ней тоже была Вот такая Инструкция В этой PlayStation 2 Можно увидеть Вот этот Разъем С400i У более поздних Моделей Вот этого разъема Уже не было Идем дальше, друзья Дальше еще Более интересная Приставка Это PlayStation 2 Blue Ocean Называется она Вот такой вот цвет Японская модель Трехтысячная Выпускалась она Только для Японии Только для японского Региона Является довольно Редким цветом И довольно В принципе Такая ощутимая По стоимости Она ощутимая Дорожка Конечно стоит Обычной консоли Вот так она выглядит Все синее Даже сзади Экидгетка Вот мы можем Наблюдать 37 тысяч То есть Последний нолик Это означает Что у нас Регион Япония Естественно Запломбировано К этой приставке Идет соответственно Вот такой вот Синий Прозрачный Джойсер Он даже не полный Полностью Прозрачный Также продавец Мне в принципе С этой приставкой Отдал вот такую Вот замечательную Игру Это JRPG Японская Ну в принципе Для любителей Как сказать Жанра JRPG Я же им не являюсь Но тем не менее Диск такой В коллекции В принципе Иметь неплохо Если считает Игрушечка Конечно На любителей Ну то есть Любителям JRPG Должна понравиться Сделана была Компанией Enix В 2003 году А после Эта компания Соединилась Со Square И получилась Семиизвестная Компания Square Enix Вот такая История Тут все соответственно Японская Да и игра В принципе Естественно Японская Вот такая Классная Приставка Единственное 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 Что у нее Это естественно Вот такая Вилка С двумя Четырьками Плоскими Это японская Вилка И естественно Приставка Работает у нас Только от 100 Вольт Как указано На этикетке Герцовка В принципе Не имеет Значения Хоть 50 Хоть 60 Герц Это связано С тем Что В Японии В принципе Принято Оба стандарта Чистоты То есть В восточной Там части Допустим 50 ГС А западной 60 Или наоборот Я сейчас уже точно Не помню Ну а напряжение 100 Вольт И естественно Чтобы эту приставку Подключить Мало того Что она Провод не войдет В резетку Должна быть Вот такая Допустим Резетка Ну это у меня Американского стандарта Японские же Резетки В принципе Очень похожи Похожи В общем Ну а в русскую Мало того Что провод не войдет Конечно же Вы можете Воткнуть сюда Русский провод Или использовать Переходничок Типа такого Но если Вы вставите Такую приставку В русскую Везетку 220 Она у вас Тупо сгорит То есть Блок питания Не выдержит Этого напряжения И нужно Использовать Какой нибудь Трансформатор Хотя бы Чего нибудь Типа такого Тем не менее Будьте аккуратны С техникой Привезенной Из Японии Если Новые приставки Допустим Та же PlayStation 3 Как правило Имеют Мультивольтовый блок То есть Он держит Как от 100 Допустим До 240 Вольт То старые Консоли же Имеют строгое Ограничение По напряжению Если это Япония То 100 вольт Если еще В Америке Ее можно В принципе Воткнуть В их 110 То русский 220 Это однозначно Приставка Сгорит У нас Поэтому Нужно С этим Быть Ну в общем Приставка Обалденная Тут даже Видно Когда диск Крутится Как она Работает Мне очень Нравится Эта приставка Очень рад Что приобрел Ее себе В коллекцию Ну что ж Продолжаем Тему PlayStation 2 По случаю Пробегал По комиссионочкам Местным И в одной Из комиссионок Наткнулся Вот на такой Полностью Новый Пульт Для PlayStation 2 Здесь у него Соответственно Полный комплект Ни разу Не вскрывался Идет вот этот Вот адаптер Потому что Как вы знаете На старых Поздних Ревизиях До 5000 Серии Не было ИК Разъемчика У приставки И соответственно Нужно было Отдельно Вот эту штучку Втыкать Соответственно В порт джойстика Тогда бы Вот на этой Допустим Приставке Работал Вот этот Пульт А на более Новых Фатках У которых Есть уже В принципе Приемник ИК сигнала Или просто Слинках В которых Изначально Он уже Всегда был Соответственно Этот пульт Будет работать Без вот этого Адаптера Пульт Пульт В принципе Конечно У меня Такой Уже Был Вот он Я его Как-то Давным Давно Еще Наверное Больше Десяти лет Назад Приобрел В принципе В свое Время Пользовался Потому Как все Знают Что Плейстейшн 2 Это довольно Хороший DVD Плеер И поэтому Пульт Для ней Пригодился Так же Как Допустим Пульт Для Плейстейшна Третий Тоже Очень Удобный А дальше Я Опять же Пробегался По всяким Местным Магазинам И в одном Из крупных Сетевых Магазинов Наткнулся Вот на Такое Устройство Лежало У них Уже Очень Очень Давно Это В принципе И понятно Потому Как Эта Штука Вышла На старте Плейстейшн 3 Как мы Видим Тут даже Шериф Вот этот Старый Еще Который У третьей Плейстейшн Использовался То есть Этому Устройству Ну не знаю Уже Очень Много Лет И вот Оно Левалялось Давно Давно На складе У них И тут Они Видно Решили Выставить На витрину Или может Уже Было Но никому Не нужно Но тем Не менее За Очень Небольшие Деньги Я его купил Что-то Рублей 150 По-моему Что-ли Оно Стоило Уже Точно Не помню Или 200 Я Приобрел Данную Штуку И что Она Нам Позволяет А позволяет Она нам По идее Как Официально Официально Эта штучка Для Плейстейшена Третьего И сюда Соответственно Вставлялась Мемори Карта И все знают Что В первой релизии ФАТО Плейстейшн Три Читали Диски От Плейстейшн Три И можно Было Соответственно Просто Подключить Взять Вот так Памяти Подключить Эту карту Памяти В приставку Плейстейшн Три И использовать Свои сохранения Плейстейшн Три А Плейстейшн Три Если вы Играете В диски Плейстейшн Три Вот такой Собственно Фокус Что ж Для новых Плейстейшнов Эта штука Абсолютно Не нужна Стала Потому как Они не поддерживают Игры От Плейстейшн Три И соответственно Sony перестала Их Выпускать Эти штучки Довольно Рано Но Эта штука Еще что Позволяет Позволяет Она Установить Free MC Бут На карточку Памяти С помощью Компьютера И если У вас Допустим В приставке Плейстейшн 2 Не рабочий Привод И она Не чипована Никаким образом В принципе Кроме как Другой Плейстейшн 2 Нельзя записать Free MC Бут Вы можете Поискать У себя В сетевых Магазинах Вот такое Устройство Или где-нибудь На барахолке На авито И с помощью Него В принципе Установить Себе На Плейстейшн 2 Free MC Бут То есть На карточку Памяти Вот такая Классная Штука Пригодится Так Дальше Я вот Тоже Ходил По комиссионкам И наткнулся Вот на Такое Устройство Это у нас Взломщик Кодов Для Первой Плейстейшн Вот в таком Виде Я уже В предыдущем Свою ромлику Показывал Взломщик Кодов Который Включался В задний Порт Параллельной Консоли А это В виде Карточки Памяти Такой И тоже Соответственно Он позволяет Нам играть С щитами В игры От первой Плейстейшн Довольно Прикольная Штучка Из 90 Вот такое Руководство У него Как это Все Пользоваться Как там Взламывать Игры Как записывать Свои Коды Коды Которые Вы там Посмотрели В каких Нибудь Книжках И так далее То есть Довольно Интересная Штуковина И вот Такой Диск Взломщик Кодов 9000 Естественно Работает он Только на Чипованных Приставках Потому как Это Пиратская Штуковина А не Официальная Но Тем не менее Штучка Прикольная Идем дальше Друзья Их Было Приобретено Опять же На барахолочке Три Вот Таких Вот Диска Для Плейстейшн Бит Вы конечно Все Могли Эти Игры Уже Видеть В моем Ролике Про Плейстейшн Бит Но Может Кто-то Их Не Видел Покажу Тилзон Все Эти Три Игры По-моему За тысячу Рублей Мне достались Лазил Лазил По Абитам Это Уже Стоит В моей Виде Значит Что мне Не нравится Вот В играх От Вит И уже Говорил Это То Что Нет Мануала Это Мне Крайне Не Понравилось А Так В целом Все Круто Так Вот Так Так Игрушки Далее Опять же После Работа Ушел Зашел В комиссион И нашел Вот Steelbook Resistance 3 На русском Языке У меня До этого Уже Был В принципе Диск Resistance 3 Который Великобритании Приобрел Но он Полностью На английском Языке Я его прошел Игра Мне очень Сильно Понравилась Отличный Такой Экшен От третьего Лица И в принципе Атмосфера Там безупречного Таким Пятидесятые Годы Захват планеты Пришельцами Все очень Круто Мне хотелось Естественно Поиграть На родном Языке И Плюс Приобрести Вот этот Steelbook Я тоже В принципе Хотел Довольно Классно Вот так Он открывается Ну тут В принципе Какие-то Там брошюрки Не сильно Интересные Диск Выполнен Вот так Вот интересно В виде Пластинки Такой Грамм Пластинка Виниловая Абсолютно В идеале Ну что ж Вот такой Steelbook Нашел За 500 Рублей Всего В одной Из барахолочек Бора Единственное Еще Косячок Это точно Кавер Немножко Пластиковый Покоцанный Обломный Уголок Ну а так В целом Все В отличном Состоянии Ну и Напоследок Друзья У нас Кинотематика Так сказать Давно Я ничего Себе Не приобретал На Blu-ray Но тут Зашел В М-видео Я офигел Просто от акции То есть Цены были На эти диски Очень недорогие Допустим Вот этот Стоил Сего 150 Рублей Хотя Давным Давно Хотел Его еще Приобрести У меня Он лежит В корзине На Озоне И там Он стоит Тысячу По-моему Рублей А тут Всего 150 Вот такое Коллекционное Издание Хороший Очень фильм Мне нравился Этот список Шиндлера Обязательно Посмотрите Если вас Интересует Там тематика Второй мировой Войны И так далее Ну тут Не про войну В принципе Несколько Подругое Но фильм Очень класс Смотрите Тут какая Брошюрка Релиз такая Не брошюрка Типа Артбука Даже Можно сказать Что такое Здесь разные Фотографии Описание Из фильма И так далее Очень неплохо Два диска Естественно Один DVD С бонус Материалами И сам Фильм На блюрей В очень хорошем Качестве Фильм Обалденный Так что Заходите В NVIDIA Можете Приобрести Себе Такое Издание По плану Еще продаются Ну а дальше Был приобретен Фильм Люси Поскольку Он был Тоже Очень недорогой Фильм Мне в принципе Понравился Фильм Люка Бессона Отлично Сыграла Там Скарлетт Йоханссон Некоторые Конечно Придираются К этому Фильму Он там Несерьезный Там Всякую Фигню Показывает И так далее Но в целом Как экшен Фильм Он очень Очень неплохой То есть Главное Смотреть его Не особо Вникая Во все Эти тонкости Сюжета Потому как Там есть Конечно Местами Такие Несколько Неразумные Вещи Но тем не менее Фильм Как по мне Очень даже Хороший Да Я был приобретен Форсаж 7 Не являюсь Конечно Большим Любителем Серии Форсаж Но тем не менее За небольшие Деньги Я всегда Собираю Эту серию То есть У меня есть Предыдущие части Почему бы И не взять Седьмую Там Хорошая музыка Красивые машины Плюс еще Издание Вот это Очень даже Неплохо Вот с такими Карточками Три карточки Напечатанные Они конечно Очень так Некачественно Можно сказать На простой Такой бумаге Но тем не менее Как лучше Чем ничего Конечно Вот такой вот Форсаж 7 И плюс У него Красивая Такая вот Картоновая Обложка Переливающаяся Довольно Круто Дальше Идет Очень крутой Фильм Очень мне понравился Приключенческий Такой обалденный Фильм Унтики Вот такое Простенькое Издание Но тем не менее Фильм Очень-очень Классный Это вот такой Офигенный Приключенческий Фильм Как там Несколько человек Решили переплыть Там океан На каком-то Старом Плотике Таком Очень круто А дальше Плюс еще Этот фильм Забыл сказать Снят по реальным Событиям То есть Напоследок Друзья У нас Фильм Экипаж С Дензел Вашингтоном Очень мне нравится В принципе Этот актер И фильм Безумно Классный Он крутится Несколько Даже не вокруг Самолетов Или чего-то А вокруг Личности Данного пилота То есть Обязательно Стоит посмотреть Как я считаю Всем Довольно Интересный И местами Крайне смешной Фильм Ну что ж Друзья Наверное Пора выпуск Завершать Вот такие штуки Довольно Интересные Как мне кажется Я себе Приобрел В течение Этого месяца Всем кому Понравилось Обязательно Поставьте лайк Если вам понравилось Это видео Подписывайтесь На канал Чтоб не пропустить Естественно Новые ролики Всем пока И до скорых встреч Продолжение следует...